Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как хорошо сохранить чеснок, чтобы он не гнил, не поражался болезнями. Это сделать иногда не так просто, потому что вот азимый чеснок достаточно подвержен болезнями во время хранения. Особенно опасна для него фузариозная гниль. Луковица делается такой белой, трухлявой, высыхает, заражает соседние луковицы. Чеснок совершенно не хранится. Все это из-за того, что он поразился фузариозной гнилью. Также из-за того, что он недостаточно хорошо просушивается, может повреждаться серой гнилью и другими болезнями. Однако их актуальность в большей степени зависит от того, насколько хорошо мы подготовим чеснок к хранению, насколько хорошо мы его высушим. От фузариозной гнили иногда у чеснока в процессе хранения бывает избавиться очень сложно, несмотря на то, что мы выполнили условия по его просушке, сортировке и подготовке к хранению. Для того, чтобы наш чеснок хранился и пищевой, и тот, который предназначен на семена, его необходимо обработать препаратами на основе синой палочки. Синая палочка является абсолютно нетоксичным таким агентом бактериальным для того, чтобы наши овощи не только не болели в поле, но еще хорошо хранились. Препараты синой палочки часто назначаются для коррекции кишечной микрофлоры, являются не только невредными или нейтральными, но и в достаточной степени полезными для нашего организма. Конечно, я не призываю каким-то образом употреблять те препараты для защиты растений внутрь, однако же в том, чтобы обработать чеснок при хранении препаратами синой палочки, нет не только ничего плохого, но даже и хорошего. Тщательно высушенный чеснок нам необходимо, вот такой вот уже подготовленный к хранению обрезанный, который уже полностью высох, нам необходимо очень легко обработать препаратами синой палочки. В качестве такого препарата я беру бактоген. Бактоген необходимо взять в виде стандартного препарата в количестве примерно 1 чайная ложечка на пол-литра воды. Прочие препараты надо использовать в соответствии с той инструкцией, которая прилагается к препарату. Поскольку препарат бактоген является жидким, он в своей вот этой жидкости, а также у него, кстати, небольшой срок годности, в течение своего срока годности, в своей жидкости он содержит значительное количество не только живых клеток и спор, но также и активных агентов, которые будут защищать чеснок в период его хранения от разнообразных неприятностей. Между прочим, если уже высушенный чеснок хранится во влажных условиях, то вы можете увидеть черную гниль на нем, между зубками, под вот этой чешуей. Это может быть довольно опасно. Почему? Потому что зачастую черная такая гниль, и на луке она тоже характерна на репчатом, поэтому этот рецепт хорош и для репчатого лука, уже для высохшего, готового к хранению. Вот это заболевание, эту черную гниль, может вызывать черную плесень, такой опасный гриб, как аспергил. А он как раз-таки выделяет массу токсинов, которые в том числе вызывают онкологические заболевания. Никогда не употребляйте в пищу ни чеснок, ни лук, поврежденный такой вот черной плесенью, черной гнилью. Процедура очень простая. Высохший чесночок опускаем вот вместе с этим местом среза, вот чтобы оно тоже обязательно намочилось в этот самый раствор, и оставляем еще на небольшое время для того, чтобы он просох. Как правило, в течение ночи, ну, по крайней мере, суток, в прохладном сухом месте, хорошо, если оно продывается, чердак или веранда или сарай, где вы привыкли сушить чеснок, там он очень хорошо просохнет. И вот в таком виде он уже может закладываться на хранение. Будь то закрытые трехлитровые банки, будь то корзины, может быть, вы его не обрезаете, а плетете из него косы, пожалуйста, все это также можно сделать. Ну, если у вас чеснока там, ну, 100 штук, то не проблема, можно 100 штук или там 200 перемокать в эту банку достаточно быстро оставшимся раствором, обработать томаты с целью профилактики фитофторы, кладоспореза и других заболеваний. Если у вас его много, расстелите его одним слоем, зарядите опрыскиватель и очень-очень легко обработайте ваш чесночок этим составом. Переверните его, как-то переворушите немножко, чтобы он другим бочком повернулся, и обработайте еще раз. Бактерии очень подвижны и располазутся по всей поверхности этих чешуй. Они достаточно устойчивы к фитонцидам чеснока, по крайней мере, вот в том количестве, в котором фитонциды содержатся вот в этой чешуе, она не опасна для этих бактерий, они здесь заселятся, и если чуть-чуть влажность повысилась, то они будут там немножко размножаться, вы этого даже не заметите, но в то же время будут выделять активные вещества в чешую, с тем, чтобы не допустить возникновения там порчи при хранении. Не используйте, пожалуйста, вот такие препараты, как фитоспорин М, например, с усилителями разными, с гуматами, потому что гуматы здесь абсолютно ни к чему. Используйте препараты на основе сенной палочки, без добавок, только те, которые содержат живые споры бактерий, а также желательно культуральную жидкость, то есть не в сухом виде, а как раз в жидком виде. Только это, и чтобы там не было никаких эликсиров плодородия, так сказать, ни ничего-то еще дополнительного. В этом случае вы можете быть уверены, что ваш чесночок сохранится в наилучшем виде. Кроме того, он, по сути, будет вполне подготовлен уже и к посадке. Хотя о посадке, о подготовке к посадке чеснока мы говорили в наших передачах на канале про цветок не лишний еще раз все это вспомнить, посмотреть. Ну и там есть дополнительные меры по защите чеснока от различных болезней. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Храните чеснок, он дает нам действительно богатырское здоровье. Будьте здоровы, желаю вам здоровья и процветания. На этом прощаюсь с вами. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok